Причем, если можно, напишите, пожалуйста, в чате, можно плюс поставить, можно написать с словами, хорошо ли вы меня видите и слышите. Мы сегодня с вами будем говорить о новых программах и новых учебных пособиях по английскому языку и посмотрим на то, что происходит, с чем нам придется столкнуться. Это я имею в виду с точки зрения программ, но мы немножко про это поговорим, консерванты рабочих программ и прочее. И, соответственно, посмотрим на некоторые пособия по английскому языку. Эти пособия новые, некоторые вышли весной, некоторые вышли летом, некоторые вот только-только получаемые из типографии. Их не так много, так что не запутаемся, давайте посмотрим на все эти вещи. Но если говорить о программах, то мы с вами помним, с тех пор, как были приняты новые федеральные образовательные стандарты, мы с ними год уже, в общем-то, прожили, потому что они начинались внедряться с закончившегося учебного года, и в этом году в новом продолжается эта работа. Вот график внедрения этих стандартов перед нами, с вами на экране. И, в общем-то, мы видим, что эта работа продолжается. Что нам это несет? Изменения, на самом деле, не совсем большие. Вернее, даже, скажем так, они довольно косметические, с одной стороны, потому что чему мы учили, тому мы, в общем-то, и учим. Но, с другой стороны, появились новые документы, которые являются для нас опорой, появляются новые инструменты, и это повлияло на выбор учебников. Я немножечко про эти вещи скажу. Может быть, в чем-то я вас смогу успокоить. Может быть, что-то для вас будет полезным для того, чтобы с этим работать. Итак, в течение года, то есть весной, появились новые федеральные образовательные программы. Раньше были просто примерные рабочие программы. Сейчас эти примерные рабочие программы объединены в федеральные образовательные программы. И теперь есть эти огромные документы. По иностранным языкам, вернее, по языкам, программы включают в себя не только английский, французский языки и прочее, но программы включают, например, в себя и языки народов России, родные языки. И если мы с вами посмотрим на эти документы, то увидим, что эти документы по 4-5 тысяч страниц. И там приходится искать, ну, конечно, находим то, что относится к нам с вами, к нашему предмету. Но теперь такие программы есть, вы их можете скачать на сайте госреестр.ру. Обратите, пожалуйста, внимание, что примерные рабочие программы, которыми пользоваться, наверное, удобнее только из-за того, что хотя бы из-за того, что документы более короткие, они находятся на сайте Российской Академии Образования. Там вы их можете найти. И на основе вот этих федеральных образовательных программ создан конструктор рабочих программ. Поскольку этот конструктор вызывает у многих учителей вопросы, позвольте мне немножечко про него сказать, почему я беру на себя смелость про него говорить, потому что у меня одна из должностей, это как раз старший научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской Академии Образования. И в июне, в июле точнее, я немножечко приложил руку к этому конструктору. И надеюсь, что вот это приложение руки, оно оказалось для вас полезным. Я сейчас расскажу, о чем идет речь. Если мы с вами зайдем на сайт этого конструктора, то мы увидим, что там написано, что он обновлен в соответствии с ГОС по предметам, выходящим на итоговую аттестацию, а остальные шаблоны будут загружены в конструктор. Так вот, мы над этим конструктором поработали. Идет все еще его доработка с учетом поступающих предложений и вопросов. Что было сделано? Мы немножечко поменяли формулировки заданий. Не формулировки, задания формулировки тем. Каким образом? Мы сделали это так, что поурочное планирование сохраняет конкретность, но сформулировано более общее и не содержит именно такой жесткой привязки. То есть, например, дается теперь общая тема покупки на несколько уроков, как в принципе у нас и было. Но если раньше прямо тема давалась жестко, покупки в магазине обуви, покупки в магазине питания, покупка одежды, покупка сувениров, то теперь мы вот эти вот конкретизацию этих вещей, мы их взяли в скупки. То есть, они теперь могут варьироваться. Это первое. То есть, у вас просто тема покупка, а как идея, как предложение, это покупка одежды, обуви и прочее. Но вы, естественно, можете брать и другие аспекты покупки рассматривать. Это первое. Второе. Если вы посмотрите на конструктор, то вы увидите, что порядок тем уроков там можно менять. Просто берете и перетаскиваете. Поэтому, если вы берете, например, учебник, и вы видите, что порядок тем в нем другой, не такой, как в конструкторе, ничего страшного. Точно так же, как в конструкторе рабочих программ, обратите, пожалуйста, внимание, вернее, когда на то, что мы с вами делали, мы могли блоки прямо переносить. Здесь та же самая идея есть. То есть, вы берете тему уроков и перетаскиваете их в том порядке, в котором вы их собираетесь давать. Плюс уроки содержат ссылки. Не все уроки пока еще, только с 5 по 9 класса. Уроки содержат ссылки на электронные образовательные ресурсы. Что это за электронные образовательные ресурсы? Как мы с вами помним, с прошлого года появился новый документ. Это федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. Туда попадают материалы после экспертизы. И я руководил разработкой 5-9 классов. Я имею в виду не классов, конечно, а электронных ресурсов. Это как дополнительная электронная рабочая тетрадь. Она не привязана ни к какому конкретному учебнику. Она привязана только к программам, вернее, она привязана только к темам уроков. Поэтому ее можно использовать дополнительно, эту рабочую тетрадь. Там в каждом ресурсе буквально по 4-5 упражнений. Эти упражнения там написаны, для каких они этапов урока и так далее, какое там содержание. То есть лексику можно дополнительно отрабатывать. Ее можно отрабатывать дома, ее можно отрабатывать на уроках. Естественно, это не исключает использование других любых цифровых ресурсов. Все, что мы делаем, это мы в конструктор рабочих программ просто вписываем те ресурсы, которые мы еще используем. Но, по крайней мере, для того, чтобы вас избавить от необходимости искать материалы какие-то, проверять, все ли в этих материалах подходят возрастные особенности, все ли удобно использовать, не будут ли там каких-то моментов, которые потом приведут к лишним совершенно вопросам. Например, очень неожиданная трактовка каких-то событий и прочие вещи. Вот такие материалы были созданы. И это в рамках работы Академии Минпросвещения России. Вот посмотрите, например, один из таких уроков в этом ресурсе. Он написан в карточке урока «Тема». Мы с вами видим «Досуга увлечения. Свободное время. Вечеринка». Автор, кстати, это урок Алена Евгеньевна Козевичева. Автор пособия серии «Метопредметный портфель». Вы с ней многие знакомы. Алена Евгеньевна только-только вышла из декретного отпуска и снова вернулась к активной работе в издательстве «Титул». Мы с вами видим, можем посмотреть эти все ресурсы. Дается краткая информация. И вот у нас перечислено, что это за такой тип урока, какие типы образовательных материалов там есть. То есть, на самом деле, еще до того, как туда заглянуть, в пятом классе мы с вами можем уже в определении почитать. И есть методические рекомендации для ученика к каждому из этих материалов. И есть отдельные методические рекомендации для ученика. Ученик заходит под своим аккаунтом как ученик. Это абсолютно бесплатно. Он видит то, что ему нужно, без лишней информации, без ключей к ответам. И выполняет упражнения, соответственно. И вот такие материалы. Созданы материалы электронно-образовательные ресурсы для третьего, четвертого классов. И сейчас заканчивается работа над ресурсами для десятого и одиннадцатого класса. В десятого и одиннадцатом они написаны. Сейчас идет экспертиза. По результатам экспертизы идет доработка. ФИПИ очень много предложений пишет. И не все предложения имеют отношение к критериям экспертизы, честно говоря. Там есть очень ценные вещи в предложении по тестологически. То, что ФИПИ знает, есть предложения какие-то, вот как они идеально эксперты представляют урок. Мы какие-то предложения принимаем, естественно. Тестологически абсолютно, языковую правку абсолютно принимаем. Какие-то предложения мы не все принимаем. Потому что у нас у всех могут быть разные представления о том, что такой идеальный урок. И то, что может быть идеально, например, для одних людей, может быть и не быть идеальным для других. Поэтому там мы очень аккуратно относим к таким вещам. Но, тем не менее, экспертиза идет. Обратите, пожалуйста, внимание на изменения в ситуации с учебниками. Дело в том, что в сентябре 22 года был утвержден новый федеральный перечень учебников. И там были установлены предельные сроки использования исключенных учебников. Почему это важно? И это значит, что все учебники из федерального перечня, те, которые там есть сейчас, они в течение ближайших пяти лет оттуда уйдут. По каким бы мы с вами ни работали. У них у всех подписаны сроки. Более того, утвержден новый порядок формирования федерального перечня. И в соответствии с этим порядком по каждому предмету, как обещает министерство, в течение пяти лет появится единый учебник. Я думаю, что мы сейчас оставим в стороне обсуждение того, хорошо это или плохо. Во всех ситуациях можно хорошие и плохие стороны найти. И это большая тема для отдельного огромного разговора. Но тем не менее, министерство обещает, что будет новый учебник. Техническое задание по написанию этого учебника будет создавать одна подведомственная министерство-организация. А исполнять это задание будет другая подведомственная организация. То есть, скорее всего, такое ТЗ разработает, наверное, Российская Академия Образования. А выполнять будут люди из другой организации, какой-нибудь ВУЗ и так далее. Что из этого получится, нам надо будет дождаться. Но, тем не менее, посмотрите. Вот основа для создания такого учебника, она уже создана. И это программа, и это конструктор программы, и это тематическое планирование. И прочие-прочие вещи. Поэтому сейчас идет некий переходный период. И именно как раз из-за того, что это переходный период, именно из-за того, что что-то появится новое для всего нового, нужна какая-то доработка. Ну, она всегда бывает. Поэтому, кстати, в порядке формирования перечень предусмотрена апробация новых учебников и прочие вещи, не только экспертиза. То есть, это не значит, что кто-то написал, какие-то эксперты решили, что да, все замечательно, и мы с вами будем вынуждены жить всю жизнь только с этим учебником. Нет, там будет апробация и прочие вещи. Подробнее можно почитать в этих приказах. Но, тем не менее, давайте мы с вами посмотрим на то, какие учебные материалы нам могут пригодиться уже сейчас. Но, подводя итоги краткие про перечень, сейчас у нас действует федеральный перечень учебников с установленным сроком действия. Планируется создание нового единого учебника. В течение пяти лет планируется переход на единого учебника. Об этом совсем недавно министр просвещения говорил, буквально 16 августа. И для основного образования, то есть для школьного, можно использовать дополнительные учебные пособия, которые имеют статус учебных пособий и выпущены издательствами, которые входят в перечень организаций. То есть, следующий выпуск учебных пособий. Вот такое длинное название этого перечня. Это приказ Минобранауки еще от 2016 года. И в конструкторе программ вы можете указывать любые пособия в дополнение к тому учебнику, по которому вы работаете. Кстати, например, я знаю, что многие учебники, которые в федеральном перечне, например, у них срок заканчивается, они были немного переработаны и получили статус учебных пособий. Просто, вернее, не получили, они выпущены. Никто этого статуса не дает издательствами решать. И они были выпущены в качестве учебного пособия. Поэтому можно их тоже использовать. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас сейчас начинают выходить обновленные учебники hotenglish.ru для начальной школы. Они сделаны под новые стандарты, под новые федеральные образовательные программы. И если будет необходимо, и не будет у вас других путей, например, их используя, то титул их выпустят в качестве учебных пособий. Но пойдемте дальше. Итак, что же за новые пособия? Оставляем пока переработанные учебники за границей, потому что вышли. hotenglish.ru выходит, учебники мили были немножечко наполнены. Кстати, обратите внимание, что сейчас идет апробация. Можно присылать заявки, получить учебники бесплатно. Условия апробации написаны на сайте englishteachers.ru, на сайте издательства титул. Поэтому если вам нужны бесплатные учебники, то посмотрите, как это можно сделать. То есть даже если школа не может какие-то учебники приобрести, здесь издательство поможет. Но пойдемте дальше. Итак, некоторые моменты в грамматике. Новое пособие, оно вышло весной. Это тренажер Елены Русиновой. Многие из вас пользуются ее тренажерами по чтению. Это тренажер буквы и звуки, слова и фразы. Вот теперь появились тренажеры по грамматике. И они нужны для того, чтобы в начальной школе научить грамматику английского глагола в уровинах present sample, past sample, present, continuous, future sample. То есть в принципе можно использовать весь второй класс. Можно даже немножечко его использовать. Например, если у вас ученики в третий класс сейчас пойдут, то вполне можно и в третьем классе для систематизации знаний. Потому что это именно тренажер. И это не сборник правил. А почему он тренажер? Потому что его основная задача – выработать автоматизм построения фраз в изучаемых конструкциях. Давайте посмотрим, как это происходит. То есть вот здесь подход авторский как раз. Дается очень простое по-русски объяснение времени. Но дается через фразы, конкретные, которые понимают ученики. Вот у нас объяснили, что это такое простыми словами. И пошло много-много примеров. I get up at 7 o'clock, we go to school, you play this game, I go to bed early. В принципе, это ровно то, что мы с вами обычно и делаем. Что происходит дальше? Дальше опять простая задача. Надо, чтобы дети научились идентифицировать предложение, понимать его смысл. Читаем предложение, споставляем с картинкой. Почитали, поиграли, картинки помогают. Здесь только часть страниц, как вы видите, даже не все задание. То есть довольно много материала, с чем можно потренироваться. Причем это можно делать и в классе, это можно делать и дома. Дальше посмотрите. Вот у нас это правило. Мы сейчас всю картинку с вами увидим. У нас дальше идет объяснение. Вот это третье лицензионное число. Но здесь объяснено все кратко. Как раз вот то, что ребенок может перечитать и запомнить. И, по крайней мере, дома, если что-то он пропустил, а родители хотят помочь, ребенок не понимает, то вот дома с этим как раз можно с этим вполне разобраться. И вот у нас эти фразы сопоставляют. Но дальше работа продолжается. То есть что у нас происходит следующее? Идет именно тренажер после того, как мы разобрались с этим правилом. Дети дают предложение, составляют, используя картинки и схему. Вот у нас фраза. Get up и at seven o'clock. Вот они потренировались. То есть просто в опорной схеме дети заменяют. Вместо get up, comb hair, brush teeth, get dressed и так далее. Весь вот этот жизненный цикл ребенка в течение одного дня. И они могут заменять время. Но пока мы предлагаем, например, можно менять только фразы. Говорить, например, если ребенок слабенький пока, ну, естественно, самое начало. Грамматики им пока тяжеловаты. Могут, например, подставить все то, что подойдет. I comb hair at seven o'clock. I brush teeth. Можно сказать brush my teeth, comb my hair тоже. I go to school at seven o'clock и так далее. Потом вместо seven o'clock можем менять время уже. То есть вот та самая имитация, подстановка, трансформация. Дальше дети составляют предложения сами. Make the bed. Но у нас добавилось вопросительное предложение. What do I do at eight? I make the bed. What do you do at eight? You make the bed. What do they do at eight? They make the bed. То есть это именно механическая отработка, которая нужна для того, чтобы вот слова, новая грамматика легла буквально на язык, если можно так сказать, перешла вот в такую вот память, чтобы прямо как стихотворение с языка срывалось само. Для того, чтобы можно было особо не думать, а именно автоматизировать все эти вещи. Вот такой тренажер. Я его совсем чуть-чуть показываю. Более подробно можно полистать на сайте englishteachers.ru и с этим поработать. И обратите, пожалуйста, внимание вот на этот двухтомник по грамматике Кирилла Павловича Славаохотова. Вся грамматика английского языка с упражнениями начальная школа плюс. Почему начальная школа плюс? Потому что, во-первых, есть углубленка. Мы знаем углубленное изучение. Более того, поставлена Министерством задача по разработке программ углубленного изучения для пятого и девятого классов. Поэтому все это продолжается, эта работа. И, соответственно, есть вот такие материалы. И то, что для углубленной школы работает, например, в четвертом классе, для обычной школы это уже пятый класс. Поэтому вот в этом двухтомнике все материалы, которые нужны по грамматике в начальной школе вообще, в этих двух книгах. И, соответственно, их хватит для углубленного изучения и для повторения материала в пятом классе. Что в этой книге такого особенного? Посмотрите, пожалуйста. Здесь довольно простые, понятные на русском языке объяснения. Я знаю и часто очень слышу, многие учителя говорят, вот, ну как же так, надо создавать языковую среду, надо объяснять на английском языке. И эта точка зрения вполне понятна. Хотя, вы знаете, появляются исследования недавних лет, и про них очень интересно Скотт Тонбрейх описывает. Эти исследования происходили в Южной Корее, в других странах, где английский язык распространен, но не является, естественно, государственным. И там проводили эксперименты такие. Брали группу студентов, брали группу учеников, которым грамматику объясняли на английском, английскую. И брали группу учеников, где грамматику объясняли на родном языке. И в конце года сравнили результаты. И вы знаете, на самом деле результаты показали, что те, кому грамматику объясняли на родном языке, добились чуть большего прогресса. Причем измеримо большего. То есть это заметно было. Просто потому, что они могли сопоставить с родным языком, им легче было понимать. Я бы здесь добавил бы еще один момент. Здесь можно почитать и дома разобраться с такими вещами. А когда все на английском языке, на иностранном, то получается, что ребенок преодолевает двойную сложность. Он сначала пытается понять, что там вообще написано, а потом пытается эти правила еще и осознать. Я вспоминаю одну ситуацию на одной международной конференции, на которой как раз произошел очередной спор, потому что эта тема на самом деле происходит постоянно. Как использовать родной язык ученика? Надо ли использовать вообще? Можно ли использовать? Что это дает? И прочее. И был вот такой спор, я про него часто довольно упоминаю, где один из сторонников без переводного метода обучения, без использования родного языка вообще, безо всякого, он говорил о том, что, ну простите, можно же объяснить новый материал, картинку показать в конце концов жестом. И Скотт Торнбери, автор замечательных учебников по методике, который там был, он говорит, окей, try mining the word although. И тут же сразу споры прекратились. Потому что действительно слово although жестом объяснить крайне сложно. Но это естественно. Есть какие-то вещи, которые мы не объясним. Либо их долго-долго будут извлекать из контекста ученики, и вот как у нас приобретение языка идет естественным путем, когда мы осознаем слово, мы видим его разные примеры слова употребления, мы долго-долго из контекста выясняем. Либо можно действительно дать перевод. И все. Поэтому здесь вот такой метод. Родной язык используется как опора. При этом посмотрите, пожалуйста, у заданий всегда есть некая коммуникативная подводка. Например, Том решил выполнять задание по английскому языку чернильной ручкой и наделал клякс. Нам надо помочь Тому вернуть глагол на место. И посмотрите, маленький совет. В каждом предложении подчеркните подвижащее, чтобы не ошибиться. То есть вместо того, чтобы детям говорить, что сказуемо согласуются с подвижащим и так далее, и так далее, нам тяжело это пока в начальной школе понять. Это потом уже, после пятого класса, разбираются гораздо лучше. Здесь приводятся вот такие приемы, которые детям помогают и даются полезные советы. Кстати, полезные советы автор дает и дальше вот такими вставками. Причем они направлены на решение типичных проблем, которые бывают, кстати, только в начальной школе. Например, не следует пытаться выражать свои мысли на английском, полностью копируя предложение в русском. Вот как раз почему буквальный перевод плох, и здесь дети этого предостерегают. То есть использование родного языка – это не равно переводу, и уж тем более не равно переводу буквальному. Детям предлагают стараться запоминать не только отдельные слова и правила, но и целые структуры образца, с помощью которых будет легче строить предложение. Например, про возраст. И так далее. И идут вот эти пояснения. В принципе, это ровно то, что мы с вами так делаем на уроках. Просто здесь это уже написано. Если ребенок пропустил, прослушивал, заболел, невнимательный был, он все равно сможет это прочитать и разобраться с этим. Посмотрите, пожалуйста, как еще даются задания, чем они отличаются от традиционной грамматики. Традиционной грамматики, имею в виду, когда вот у вас текст с пробелами, надо подставить что-то. Вот у вас текст такой-то, надо поставить глаголы в нужную форму. Беда в том, что дети очень часто не соотносят такие задания с реальной жизнью, потому что в реальной жизни за пределами школы нам не приходится ставить глаголы в нужную форму. Мы с вами прекрасно понимаем, в основе каких действий лежат эти умения. Но в реальной жизни этого не приходится делать. Поэтому автор здесь включил задания, которые помогают соотнести грамматику с реальными ситуациями жизни. Например, посмотрите, вот у нас императивы, отрицательные запреты. Соотнесите места, где мы можем увидеть подобные надписи с картинками. Don't use a fence. Don't feed the birds. Don't walk on the grass. Don't make a fire. Вот такие вот вещи. Либо, например, даются советы и ситуации, почему так могло произойти. Если мы с вами посмотрим, например, на ВГОС, то мы увидим, что вот эти вот действия – это универсальные базовые логические действия, на самом деле, которые в ВГОС перечислены. Только они даются так, чтобы польза для нашего с вами предмета была очевидной, и чтобы это работало вполне удобно. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Еще одно пособие, про которое, я надеюсь, вы слышали. Для тех, кто не знаком, есть замечательная совершенно большая группа ВКонтакте, Mishka English, которую ведет великолепный преподаватель Артем Морозов. В этой группе, вот когда книга только выходила, там было 98 тысяч человек. Сейчас там, насколько я знаю, по-моему, больше сотни тысяч. И у Артема Юрьевича огромное количество разработок, которые делают грамматику интересной, игровой, коммуникативной, веселой. То есть там действительно увлекательные занятия, как написано, да еще и с ответами. Вот посмотрите, тематика этой книги. Вот такая не очень большая книга. Что может дать эта книга? И, кстати, следующая книжка, она уже в работе. Мы ее готовим к изданию. Так что After Rook Pissed Out на дне сейчас работают художники. Посмотрите, какого рода задание. Это то, что вы сможете с любым учебником использовать. Например, И дети вот эти вот морковки раскрашивают. С одной стороны, это вроде бы работа с лексикой. С другой стороны, это работа с орфографией. А с третьей стороны, это систематизация знаний. И вот мы видим, что там какая змея проглотила. И затем, посмотрите, идет выход на артикли и сам. Write the words in the correct columns. То есть дети вспоминают, как что соотносится. И, соответственно, заполняют вот эту вот таблицу через такой анализ в игровой форме. Что еще такого интересного есть? На самом деле, очень много. Посмотрите, unscrambled eggs. Почему они unscrambled? Потому что, видите, вот тут эта яичница вроде бы. И тут перепутана буквы местами. Надо их распутать и подписать к ним артикль. Или сам. Очень удобно. Не скучно. Работа идет одновременно по нескольким фронтам. Сразу, то есть и сорфографии, и значение слов, и исчисляемое, неисчисляемое. И получается вот вроде бы простой прием. Но посмотрите, насколько удобно. Причем, видите, тут eggs and bacon на полосочках бекона. Вот это все вписано. То есть тетрадка, книга, и это одновременная рабочая тетрадь. Или, например, посмотрите. Опять известность совершенно продолжает ту же самую тему. Вот у нас холодильник. В холодильнике продукты. Абсолютно известный прием. Тип упражнения. И надо написать, что там есть. Это рейсдора. Вот такие вот вещи. Посмотрите, какие еще необычные занятия. Мне, например, очень нравится задание с рентгеном. Когда надо посмотреть на рентгеновские снимки и сказать, что там за животное. А по сути, мы с вами просто учимся с артиклем полное предложение сказать. Вот если мы до этого говорили на уровне фразы, вот мы с вами вышли на уровень говорения на предложение. This is a dog. Вот мы там смотрим, кто там следующий может быть. This is a cat, например. This is a fish. This is a lizard. То есть, вроде бы, повтор идет лексика по теме животное. Но посмотрите, как интересно сделано. И точно так же this и this. Картинки, которые абсолютно очевидны и помогают понять, что там. И даже вот такие вот бинокли. Смотрите, как любопытно. Когда говорится that is, those are. Близко или далеко. И мы все это видим, что здесь у нас происходит. Точно так же, например, задание с этой лягушкой. Для того, чтобы лягушку освободить от этого заклинания плохого, который в лягушку превратили, надо про нее проговорить как про человека. То есть, вместо it is a princess, she is a princess. It is nice, she is nice. It likes swimming, she likes swimming. То есть, вроде бы, все просто, но как раз использование местоимений здесь закрепляется совершенно понятным для детей образом. Обратите, пожалуйста, внимание, что для грамматических тестов вам, возможно, знакомо. Помните вот эту вот серию тестерограмма, которую тоже написал Кирилл Павлович Словохотов. Вы сейчас видите обложки обновленные. Прямо на них написано, что тут все темы грамматики, короткие тесты, банк заданий для уроков в школе и дома. Почему обложки обновились? Потому что добавили новых тестов. Как раз в соответствии с тем, что федеральные образовательные программы вышли. И здесь тесты, чем удобно, это микротесты, которые можно очень удобно комбинировать. То есть, они у вас не займут много от урока, дети просто не справятся с большим тестом, и это превратится в какую-то контрольную работу большую. А это вот такие микротестики, которые можно давать школьникам в дополнение, можно давать на дом. И здесь, по крайней мере, решетников никаких нет, что большой-большой плюс. Что еще есть? Вышло продолжение книги Реда. Вы знаете эту серию. Это книги для чтения издательства «Титул». И вы знаете, что, к сожалению, долго-долго у нас не появлялось. У нас был прямо прогал такой был, если можно так сказать. Потому что не было книги для шестого класса. Никак не было. И не было для седьмого. Так вот, книга Реда для шестого класса вышла. Вот она как выглядит. Я специально показываю не только лицо обложки, но я показываю даже оборот, чтобы легко можно было посмотреть, что как есть. И есть отличительные особенности серии Редап и прочие-прочие вещи. И вот посмотрите, пожалуйста. Тут даже по книге видно. Тема прошлое и настоящее. Вот перед нами прошлое. Вот такое вот русское масленице и прочие праздники. И вот вдали настоящее встает «Сити» и прочие вещи. Вот содержание книги. Она состоит из четырех больших разделов. People's Best Friends, I Live in Russia, All Work and No Play, Health and Habits. И вот когда мы с вами посмотрим, я вам покажу парочку примеров из People's Best Friends и I Live in Russia, то мы увидим, что там везде говорится и о России в том числе. И это вот как раз подготовка к общению с людьми из разных стран, где мы действительно выступаем с позиции знаний России, культуры России, показываем, насколько это все может быть интересно. Вот посмотрите, пожалуйста, только одна тема – Best Friends. Естественно, Best Friends, мы знаем, что это книги. И что мы здесь читаем, какие у нас типы текстов. Animal Tales. И у нас есть статья, с которой мы работаем. И тип чтения. Какое понимание? Reading for Gist. A Native American Legend. Читаем легенду. Legend. The Bear and the Hare. Fairy Tail. И в шестом классе пока еще детям и сказки тоже интересно бывает почитать. Но кроме этого есть информационные тексты. Monuments to Dogs. Есть стихотворение. Alna Milner. Papa and I. Есть стихотворение, но оно очень понятное. Эмли Диккенсен. И зная Диккенсен, тут приходится... Они все коротенькие, но там есть что пообсуждать. Reading for Detail. Cat People vs Dog People. Кому что нравится статья. Научно-популярного плана. Catons. Читаем и учимся суммировать. Zeus and Texan. Легенда старинная. Тоже суммируем. И Fear Review. То есть посмотрите, вот вроде бы просто, но сколько в одном юните материалов, его на четверть точно хватит с учетом домашних заданий, упражнений и прочего. Там есть проектная работа в этой книге тоже к каждому юниту. Поэтому на самом деле каждый юнит становится хорошим дополнением. Одна четверть, один юнит. Вот то, что мы реально можем успеть в шестом классе в дополнении прочитать. И позвольте мне вам показать несколько примеров из текстов и заданий из юнита второго. I live in Russia. Посмотрите, вот, например, здесь говорится о праздниках. Но праздники не те, к которым мы привыкли. Потому что вечно же говорится Новый год и Рождество, Новый год и Рождество. Но, простите, у нас страна большая и у нас есть тоже чего праздновать. И праздников у нас гораздо больше, к счастью. Если у нас в жизни были бы только Новый год и Рождество, это было бы, наверное, скучновато. А здесь посмотрите, какие заголовки любопытные. Magic Ice of Siberia. Russian Off-Mox Christmas. Tatiana's Day. Maslin's Week. Sculled Sails. Вот те самые алые паруса. Taste of Kazan. Strawberry Festival. White Nights Festival. То есть здесь информация добавляется. Причем мы здесь читаем статью. Для того, чтобы с этой статьей разобраться, у нас сразу идет задание в формате, который нам потом, это книга 6 класса, потом, относительно нескоро, но все равно очень-очень пригодится на УГЭ. И посмотрите, какая интересная информация. Например, Food Festivals in Russia. И вот у нас эти праздники. The Taste of Kazan. The Strawberry Festival. И так далее. И здесь дети узнают про эти вещи и учатся анализировать текст из статьи и выделять ключевую информацию с помощью такого довольно простого упражнения. Кстати, вы знаете, я только-только вчера вечером прилетел с конференции. Я был в Альметьевске. И я позавчера, я меньше, чем на сутки летал. Позавчера, когда я улетал из Шереметьево, я увидел огромный экран в Шереметьево, в терминале «Б». И там было написано «Казань – гастрономическая столица России». И вы знаете, если вы бывали в Татарстане, то Татарстан славится очень хорошей, вкусной, интересной едой. Вот действительно гастрономической. Но, к счастью, Татарстан – единственный регион. В Петербурге много хорошего. Прочие, вот куда бы ни поехали, много-много хорошего можно найти. И посмотрите, вот здесь продолжается тема. What is Russian cuisine like? И посмотрите, как она здесь разбивается. Необычные вот эти вот темы. Какие русские блюда? Селедка под шубой, которые, как выясняется, имеют корни в шведском селедочном салате пельменя, которые вообще пришли от тюркских народов. А здесь посмотрите, вот какая небанальная, тем не менее интересная информация. Cuisine of Arctic Circle – мурманская кухня. Caravan cuisine. Tata cuisine. Urals – Камчатка. То есть мы здесь узнаем вот эти вещи, продолжаем говорить. Вернее, здесь у нас идет речь про food festivals. Там много на самом деле очень интересного. И в завершение, потому что, конечно, Россия – это не только еда. Там есть про разные регионы, про путешествия, про тура по реке Енисея и прочие моменты. То есть дети смотрят, а когда вот эти тексты смотришь, понимаешь, что хотелось бы посмотреть и самому на каких-то этих вещах побывать. И вот посмотрите, у детей есть возможность оценить те тексты, с которыми они работали. Причем здесь оценка идет по качеству информации. Например, boring and useless, interesting and informative и так далее. И дети пишут, почему какое. То есть это критическое мышление то самое. И какая информация была для них новая. И вот у нас эти темы. Научно-популярный текст. Действительно, почему снег белый узнают как раз. Do you know? Интересные факты. И Russia's world records. Мировые рекорды России. The largest, the coldest and the greatest. И как раз узнаем, что у нас такого хорошего. Следующая рубрика. Серия пособий обновленная. Где-то совсем новая. И это подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. Давайте посмотрим, что произошло, что появилось. Ну, во-первых, бесплатно абсолютно доступен онлайн ресурс на сайте tito.online. Пусть вас не смущает кнопочка демо. И то, что там надпись в разработке. Все это уже создано просто. Там признак стоит, мы это поправим. Когда книга бесплатна, то там вместо цены появляется вот эта вот надпись. Но посмотрите, что здесь происходит. Методически нормативно-правовые основы подготовки к Российской олимпиаде школьников по английскому языку. И вот здесь, в этой книге, можно найти описание особенностей содержания олимпиад. Всех заданий, всех разделов. И принцип подготовки к каждой из частей олимпиады. Поэтому, если вы думали готовить учеников к олимпиадам, но не готовите, посмотрите, вот, пожалуйста, информация, которая вам может помочь. И, наконец, серия пособий. Многие из вас пользовались олимпиадой по английскому языку для начальной школы. Книга вышла. Это переиздание. Не просто новый тираж. Но там добавлено новое задание. Потому что в них добавлено задание writing and speaking cards. В книге есть ключи. Обратите, пожалуйста, внимание, что задания непростые. Там не просто вот эти пять вариантов с ответами. И когда мы говорим про начальную школу, мы здесь говорим про четвертый класс. А для каких-то детей и в пятом классе пригодится эта книга. Вот посмотрите, как выглядят эти новые задания. Там есть из чего выбирать. Вот у нас комплект. И ученик выбирает себе то задание, которое он хочет сделать. Например, весь комплект первый посвящен книге про Винникуха. И вот здесь говорится про эту книгу. И вот у нас задание, вариант. И они идут по усложнению. А. Write a personal letter from a character's point of view. In your letter, explain how you feel about something that happened in the story. 100-150 слов. Понятно, что дети скорее 100 слов напишут, а что 150 – это уже объем ЕГЭ. Но, тем не менее, уже можно попробовать. Можно сделать посложнее. Write a story about Christopher Robin and his friends. Your story must include this sentence. People say nothing is impossible, but I do nothing every day. Вот такие вещи. Причем эти задания можно не обязательно только индивидуально выполнять в качестве тренировки. Можно делать и в парах, и в микрогруппах. Write a review of the book for English Language Reading Club. Describe the plot of the book. Вот все вот эти форматы, они, когда дети станут старше, и, даст бог, они падут на Олимпиаду Всероссийскую, вот эти форматы заданий, они все встречаются и на муниципальном, и на региональном этапе, и, конечно же, на заключительном. То есть здесь можно потихонечку готовить школьников. А вот задания по говорению. Здесь тоже выбираем одно задание. Можем разрезать то, что ученик вытянет, либо просто назначать эти задания. И посмотрите, какие варианты есть. Они гораздо проще, конечно, чем письменная работа. Но письменно она требует времени, там время отводится. Например, describe three things you would like to have on a desert island. Здесь даже не требуется аргументировать, просто описать эти вещи. Tell a story about your favorite toy. Или there has been a practical joke. Explain who all your classmates could play it, and why you think so. То есть описание игрушки, описание предметов личных, и описание, например, одноклассника с характером и прочими вещами. Просто такой необычный формат. Что еще произошло? Вышло обновленное пособие Олимпиады для пятого и шестого классов. Во все пять тестов добавлены новые задания. Что это за новые задания? Посмотрите, задания на слово образование. Например, вот такие насращения. Например, houseboat, bookcase, underground и так далее. И вот я этот слайд назвал полезные форматы, потому что эти форматы на самом деле полезны не только тем, кто готовится к участию в Олимпиадах. И это ровно то, что ученикам нашим полезно в любой ситуации. И посмотрите, десятое задание, оно тоже новое. Здесь тут речь про идиомы. Идиомы, связанные с частями тела, которые мы пытаемся запомнить, проанализировать и прочее. Конечно, в чистом виде. Идиомы невозможно, их значение вывести, вывести значение идиом из их частей, потому что там все время другие какие-то моменты возникают, потому что смысл идиома больше, чем сумма значений этих частей. Тем не менее, посмотрите. This was cost an arm and a leg. He realized he had an ear for languages and decided to study abroad. Здесь легко понять образ, который стоит за этой идиомой. If he had race, he'd win hands down. Вот такие вот вещи. Не очень простое задание, но ключи есть, они нам помогут. А вот пообсуждать с учениками, почему идиома такая, что значит hands down. Даже уху поднимать не пришлось, ни пальцем не пошевелив, для того, чтобы выиграть или чтобы добиться чего-то. Вот такие вот интересные моменты могут быть. Точно так же задания, которые помогают развивать образное мышление, системное. Например, try to be a rainbow in someone's cloud. True friends are always together in spirit. The only way to have a friend is to be one. И так далее, и так далее. Хорошая тема, конечно, замечательная. То есть здесь не просто дается в разброс какие-то фразы, а это именно тематически. Эти задания, и они помогают сделать речь учеников богаче и ярче. Для восьмых-одиннадцатых классов в каждом тесте теперь по 15 заданий. Добавлены по три задания в каждый тест из группы Use of English из части, и задания на говорение добавлены. Вот пример таких карточек с этими заданиями. Они уже абсолютно в таком формате, как в Олимпиаде, потому что здесь мы говорим уже про класс, в который ученики могут принимать участие в Олимпиаде. И вот у нас та же самая тема продолжается. Я прошу прощения, здесь я взял из, да, не посмотрел, из старой верстки, где Outstanding Power, OutSpeak About, опоры из другого теста у меня сюда попали. Там на самом деле в оригинале все правильно. И вышла книга вот такая, Олимпиада по английскому языку, Listening and Reading. Здесь тематические комплекты. То есть мы работаем над формированием вот этих новых видов речевой деятельности, или не новых, а продолжаем их тренировать. Есть аудиоприложения, в конце книги есть и ключи, и сами тексты аудиоприложений. И мы здесь смотрим, например, как это работает. Listen to a part of the lecture, you will hear the recording twice. Слушаем мы вот эту вот информацию. Но у нас есть задания именно формата Олимпиады, которые не попадаются в учебниках. Например, для каждого вопроса надо выбрать не один правильный ответ, а два. То есть надо слушать совсем по-другому, информацию воспринимать. Вот такие вещи. Или, например, расположить события в хронологическом порядке. Вот мы узнаем про историю Англии на основе того, что прочитали. Вот, например, текст про Елизавету II, про королеву. И задание, в общем-то, привычно. True, false, not stated. Но, тем не менее, полезные вот эти вот вещи, информация. И такая совсем-совсем недавняя история, которая у нас перед глазами прямо стоит. Но, тем не менее, здесь современная информация. И вот посмотрите, какие фоновые знания мы можем расширить у учеников, даже если они у вас не собираются к Олимпиадам готовиться. Вот какие темы текстов в этом пособии. История английского языка. Елизавета II. Ученые британские, американские писатели эпохи Первой мировой войны и после войны. Рассказ читаем. Столетняя война. Это величайшие британцы, образование в США и в Великобритании, история США, британские, американские философы, писатели и художники, юридическая система, судебная система США. И отрывки из произведений. На самом деле, там гораздо больше. Понятно, что когда у нас 40 тематических наборов, вот этих там больше информации будет. Но я привел те, которые, в общем-то, интересные, которых так не хватает, потому что, ну, маловато стогновение, к сожалению, часто бывает. И, наконец, мы переходим к заключительному этапу на сегодня. Я надеюсь, что у вас силы пока еще есть. Не просто есть, я вижу, у нас чуть-чуть людей прибавилось. И в ближайшие 12 минут все расскажу. Новые пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Давайте начнем вот с этих. Я всего про 4 книжки пока сейчас расскажу. Готовится еще издание, но они чуть позже выйдут. Вы знаете, что сейчас вышел проект темы версии ЕГЭ 2024. Там микроизменения есть, которые не влияют на то, что ученикам требуется делать. У нас чуть более подробно коммуникативная ситуация описана. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот у нас обновленный выйдет ОГЭ «Тренажер устной части» Ирины Викторовны Хитровой, Наталья Сергеевна Зверевой. Выйдет переработанная под формат 24-го года книга Ирины Викторовны Хитровой, задание 37-38 «Письменная речь» и абсолютно новая книга новых авторов. Я их очень хорошо знаю. Для вас это пока новые имена. Юлия Николаевна Евсеева и Юлия Николаевна, разработчик диагностических работ для школ Москвы МЦКО. И Алина Дмитриевна Меканве. Алина Дмитриевна преподает в одном из ведущих российских вузов. И вот давайте посмотрим, что же такого в этих книгах появилось, на что стоит обратить внимание. И обратите, пожалуйста, внимание, что есть еще онлайн-тренажер. Единственный в России тренажер, который имеет сертификат соответствия ФИПИ. Он расположен по адресу Exam Simulator. Почему я про него говорю? Потому что там есть интерактивные тесты, которые дополняют эти пособия, и в которых есть аудирование. То есть вам не надо ничего отдельно скачивать. Заходите в онлайн-тренажер, дети тренируются с пособием, а онлайн-тренажер завершает эту тренировку прямо в формате экзамена. И посмотрите, как здесь сделано. Идет работа с лексикой. Вспоминаем словарный запас, который к этой лексике относится, расширяем его немножечко, делаем упражнения, рассказы. С помощью этих лексических единиц создаем и так далее. Далее идет работа с грамматикой. Обязательно, поскольку нам надо учиться сравнивать, сопоставлять то, что нам и для ОГЭ пойдет, там же монологи у нас есть, и для ЕГЭ у нас пригодится. Вот такие вот вещи. И у нас есть обязательно примерные ответы. Когда можно прочитать, как можно было бы ответить на эти вопросы и сравниться с своими ответами. Посмотреть, а вдруг ответ ученика лучше. А вдруг есть чему-то научиться из этих примерных ответов. Давайте посмотрим на новое пособие ЕГЭ, задание 37-38. Погубже заглянем. Потому что в пособии в тренажере по ОГЭ добавлены новые тесты. Это дополнено материалами. Пособие по устной части ЕГЭ тоже дополнено новыми тестами. А вот совершенно новое пособие – это пособие как раз дописленной речи. Что оно в себя включает? Оно включает анализ работ других школьников. Реальных работ. Причем упражнения. Банки полезных слов и выражений. Чек-листы к этим заданиям каждому. 30 тестовых заданий. Давайте посмотрим, как это работает. Вот пример, например, анализа работ. Поскольку авторы являются экспертами ЕГЭ, то они и анализ работ дают ровно так, как работают эксперты. И это то, что если мы с вами, например, не входим в число экспертов, нам было бы сложновато ученикам давать. Вот посмотрите, пожалуйста, объясняется ученикам, что здесь правильно, что неправильно. Ответ выполнен, не выполнен. Выполнен частично. В какой ситуации? За счет чего? То есть дети, в общем-то, понимают благодаря этим вещам. А потом вот те же самые чек-листы, только поудобнее написанные, детям даются для того, чтобы они сами справились. И могли бы собственные работы друг друга оценить ровно так же. То есть они понимают неупустили ли они чего-то, когда работают, создают материалы к экзамену. И посмотрите, вот как строится задание, как строится тренировка в этом пособии. Сначала объясняют структуру. Вот все это пособие идет работа над несколькими эссе. То есть в конце, когда над несколькими большими работами, и письмами, и вот этими сочинениями, когда дети дойдут до конца пособия, у них по руках будет несколько совершенно правильно, в полном соответствии с требованиями экзамена, написанных работ. Они будут понимать, почему именно так надо писать. У них будут все опоры, и у них, соответственно, будут сформированы вот эти вот не только знания, но и умения. Первый шаг – это всегда работа над структурой. Когда ученики учатся относить абзацы с пунктами плана, повторяют слова-связки в каждом разделе, новый тип этих слов вставляют в текст средства логической связи. Затем работают над первым абзацом, и здесь они перефразируют предложение, используя комплекс-саджик. Та тема, которая провисает, но которая у нас в квалификаторе ЕГЭ указана. Они анализируют предложенные абзацы, ищут, все ли там в порядке, пишут первый абзац собственной, используют опорную схему. Затем идет работа над следующим абзацем, изучают таблицы, диаграммы, учатся работать с ними, учатся выражать числовые значения разными способами, потому что мы с вами знаем, как ошибаются часто с этим. И причем опять все по шагам. Сначала надо завершить предложение, заменить указанные числовые показатели эквивалентами. Это вместо цифры, например, и так далее, чтобы дети свободно себя чувствовали, могли это использовать. Распределяют предложение в соответствии с информацией, какая там она общая или конкретная, подбирают эквиваленты, заменяют числовые, то есть посмотрите, сколько здесь всего много. Переделывают предложение, заменяя действительно залог на страдательный, пишет второй абзац. Дальше продолжается работа над абзацем, перефразируют предложения, и переводят их на русский язык, чтобы понимали, где соответствие, а где не надо переводить с родного языка обратно. Комментируют выбор участников опроса, используют сравнительные конструкции, пишут третий абзац. Дальше идет работа над четвертым абзацем, предлагают, как можно решить проблемы, пишут, пишут, к какому результату, переводят решение, и создают четвертый абзац, и, наконец, по плаву выражают свою точку зрения, в пятом абзаце соединяют абзац, с первого по пятый, считают количество слов, проверяют по чек-листу, и вот есть готовая экзаменационная работа. И, соответственно, устная часть. Теперь там 14 тем, которые на экзамене 40 тренировочных тестов, поэтому для тренировки здесь довольно много всего. Вместе со справочными материалами и практические рекомендации по выполнению, и образцы выполнения заданий, и ответы к упражнениям, и тематические слова, и неправильные глаголы. То есть, в принципе, все, что может потребоваться в такой подготовке. Плюс еще есть аудиоприложение, в котором записаны образцы выполнения заданий на чтение вслух, и вопросы интервью, чтобы можно было все это разыграть. И новая книга, буквально несколько слов про нее скажу. Она вот-вот должна прийти из типографии, мы ее назвали ЕГЭ, но отлично, письменная речь, задание 38. И посмотрите, здесь вот прямо по обложке видно, что есть тексты с готовыми идеями, пошаговая тренировка, отработка логики, связанности и так далее. Давайте посмотрим, какие здесь типы заданий. Но здесь вот такие шаги. Сначала ученики учатся выделять нужную информацию, и заодно расширяют свои знания по темам, соотносят с личным опытом и знаниями, рассматривают проблемы, отрабатывают языковой материал, потом идет отработка формата задания, и затем создают текст. Сначала как групповую работу, затем индивидуально. Давайте мы посмотрим на примеры того, что же здесь приходится делать. О, посмотрите, уже, коллеги, я еще сам не видел, для меня это приятный сюрприз, что книга в интернет-магазине уже появилась, то есть она получена из типографии. Замечательно. Это вот на днях буквально произошло. Я просто провел буквально две недели в командировках. Был в Иркутске, был в Томске, и вчера вечером только прилетел из Татарстана, из Альметьевска, поэтому немножко упустил. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот ученики читают текст, и они дополняют таблицу информации из текста. То есть не таблицу анализируют, а превращают в текст, а идут более простым путем. Сначала учатся относить вот эти вещи, или вспоминают, как это делается. Затем идет текст про проблемы, но детям предлагается подумать, какие еще могут проблемы возникнуть в такой ситуации. То есть всегда идет опора. Это для тех детей, которые не умеют формулировать и видеть проблему. Для тех детей, которые не умеют работать с такого рода информацией, выраженных в числах, в таблицах. Вот для них как раз подойдет. Но это не для слабых учеников по языку. Здесь как раз уровень, который соответствует ЕГЭ абсолютно. Но полезно для тех, у которых не хватает именно умений. Не соображают быстро. Теряются. Что-то еще у нас происходит. Дальше посмотрите. Заполняют пробелы подходящими выражениями. Работаем со сравнением и так далее. Есть памятки, которые объясняют, почему это важно, как это делать. И даются задания для рефлексии, чтобы подумали и понимали, зачем это все делается. Вот у нас с вами идет дальше работа с средствами логической связи. Затем посмотрите, дается таблица. И на основе этой таблицы ученики пытаются подумать, какие могут быть проблемы и где можно найти помощь, и какие решения могут быть. Затем обсуждают с партнером, реалистично проблемы или нереалистично, и способы, предложенные решать проблемы, эффективные или неэффективные. И затем, после того, как они все это сделали, сначала в группах по частям разбиваясь, собирают вот этот ответ создают. И затем пишут самостоятельно. То есть начинается с тренировки умений и выходят на формат экзамена. Вот такие вот вещи. Ну что ж, уважаемые коллеги, я, как обещал, уложился в обещанное время, в отведенное время. Поэтому мы движемся к завершению. Я хотел бы вам пожелать успешного учебного года. И надеюсь, что вот те материалы, которые я показал, что-то для вас показалось интересным. Что-то, может быть, показалось полезным, но, например, вы не сами будете делать, а посоветовать ученикам или родителям. А что-то, может быть, и возьмете, и сможете использовать. Вот поэтому спасибо вам большое за такие, за то, что смогли прийти. Вот у нас ссылка там, где можно найти новинки в интернет-магазине. И я вам показал немножечко как раз совсем таких приемов в системе, как все это работает, что из этого использовать, так чтобы можно было всегда подобрать что-то по душе. Спасибо вам большое, коллеги. Я надеюсь, что немножечко смог успокоить по поводу конструктора рабочих программ, потому что там беспокоили, были опасения. И вот большое спасибо коллегам. Кстати, я тоже знаю, что вы путешествовали совсем недавно. Я очень с большим удовольствием смотрел ваши фотографии во ВКонтакте. Когда вы пишете, все показалось интересно. Замечательные совершенно фотографии из окрестностей Петербурга. И не только из окрестностей. Мы примерно в одно время путешествовали, только в разных регионах немножко. Насчет презентации. Коллеги, давайте я сейчас пришлю презентацию прямо сейчас в чат, отправлю. Хорошо? Прямо одну секунду. Все, отправляю. Она меньше 8 мегабайт. Я специально делаю очень простой, без какого-то дизайна, который ее утяжелил бы. Сейчас она в чат подгрузится, и можно будет ее скачать. Давайте проверим. Прямо сейчас она будет. Еще чуть-чуть подгружается. Вот она появилась в чате. Посмотрите, пожалуйста. У кого-то она может быть чуть-чуть вверх ушла. Проверьте, пожалуйста, скачивается презентация. Все ли в порядке. Да, все скачалось. Ну что ж, спасибо. Я вам желаю успешного начала учебного года и всего года начального. Хорошего, потому что мы с вами знаем, как начнешь, так и должно потом пройти. Так что желаю удачи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...